Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Опубликованный отчет ОПЕК был направлен не только на общее информирование о ситуации на рынке нефти, но и на сдерживание продавцов. Ведь в отчете делается акцент на все еще высоком спросе и упоминается неоправданный пессимизм. Проще говоря, картель пытается переубедить инвесторов в том, что темпы роста мировой экономики остаются достаточно высокими для увеличения дефицита, что в свою очередь будет подталкивать нефтяные котировки вверх. Реакция рынка была сдержанной, однако спрос все же увеличился, позволив котировкам WTI вернуться выше 78 долларов за баррель, завершив второй торговый день в зеленой зоне. Также и золото возобновило рост, реагируя на изменения прогноза от международного рейтингового агентства MUDIS. Кредитный рейтинг Соединенных Штатов остался без изменений, но прогноз пересмотрен со стабильного на негативный. Иными словами, одно из наиболее авторитетных рейтинговых агентств прогнозирует небольшое увеличение вероятности, что США не смогут выполнять свои обязательства по обслуживанию государственного долга в установленные сроки. Это действительно хороший бычий фундаментальный фактор для золота, но краткосрочный. Поэтому, для возобновления более мощной волны роста необходим дополнительный и желательно более фундаментальный драйвер. Смещаясь на валютный рынок, обращу внимание на предстоящую публикацию отчета по инфляции в США. Подтверждение прогнозируемого ее снижения до 3,3%, в годовом исчислении может оказать давление на доллар США. Замедление инфляции до прогнозируемого значения резко снизит вероятность повышения ключевой процентной ставки. В этом случае инвесторы начнут обсуждать дату смягчения монетарной политики Федрезерва. Но незадолго до этого релиза еврозона отчитается по изменению темпов роста ВВП за третий квартал. Есть риск появления отрицательного значения, что также негативно для евро. Учитывая все это, сегодня можем наблюдать заметное увеличение торговой активности валютной парой евро-доллар. Рынок криптовалют также в ожидании важного события, которое способно стать действительно сильным катализатором. Речь идет о решении комиссии по ценным бумагам и биржам США относительно целого ряда заявок на создание Биткоин-ИТФ. Положительное решение спровоцирует дополнительную волну роста, которая впоследствии может завершиться обновлением исторического максимума. В то время как отказ это сильный медвежий фундаментальный фактор. Настолько сильный, что может завершиться обновлением минимума текущего года. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!